Интернет-мошенники активизировались с новой силой в МВД. Карачао-Черкесии все чаще стали поступать заявления от жителей республики на действия неизвестных похитивших или пытавшихся похитить их денежные средства. Серьезную сумму потерял житель Черкесска Райфула Кайчуев, купивший у продавца-мошенника порезанные покрышки вместо новых колес на авто. О своих злоключениях пострадавший рассказал Мадиня Каракетова. Райфула Кайчуев, житель Черкесска, даже предположить не мог, что продавец колеса Вита окажется таким нечестным. Даже фотографии желанных колес присылал со всех ракурсов. Окончательные сомнения Райфулы, если даже они промелькнули на доли секунды, развеяло то, что продавец осуществит доставку официальной курьерской службой. Договорились о доставке, но доставка была через транспортную компанию СДЭК. Он согласился, я ему деньги перечислил, то есть он мне скинул наклотную, что он отправил через СДЭК. Он отправил, я ждал, посылка шла со Смоленска, ну, только почти где-то чуть больше трех недель, может. Колеса пришли, ну, вроде в пакетах упакованы, но я открываю, там должны были быть колеса, то есть с дисками в сборе полностью. Пришли только покрышки порезанные, тем более. Как бы ситуация не очень приятная случилась. Продавец, как и бывает, в случае его недобросовестности, стал недосягаем. Телефон выключен, но сообщение на сайте продаж так же не откликается. Почти неделю пытался с ним связаться, с ним не получилось связаться, там, писал, звонил, то же самое пришлось. Потом, как бы, колеса не дешевые, как бы нормальная стоимость, пришлось, как бы, пошел заявление, написал в МВД. Колеса обманщик продал хоть и не дешевые, но значительно ниже, чем в магазине, плюс объявление сопровождалось примечанием срочно. На что и купился Райфула. Подозрительно низкая стоимость товара – один из первых признаков того, что продавец может быть недобросовестным, предупреждает сотрудник уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии Эмир Буатов. Кстати, от сотрудников полиции продавец колес скрыться не смог. Видимо, не ожидал скорого их визита к дверям своего дома. Сотрудниками УБО был осуществлен выезд в Смоленскую область, где человек, совершивший данное преступление, был установлен и дал признательные показания. На сегодняшний день идет следствие. Основные инструменты мошенников – это именно цена и, как вы и обозначили, срочность продажи. Именно на это подкупаются покупатели различные. В ходе переписки они завладевают номером карты, номером банковских счетов и так далее, и так далее, втираясь в доверие. А безопасность себя можно лишь советом при личной встрече совершать какие-либо покупки, лично участвовать в какой-нибудь продаже. Подобно обман, явление часто рассказывает сотрудник уголовного розыска Эмир Буатов. Причем на мошенника можно наткнуться как на сайтах объявлений, так и в социальных сетях. Большинство преступников, которые совершают данное преступление, заходят за пределами нашей республики в других регионах, что тоже осложняет поимку и установку. Гражданам просто нельзя быть такими доверчивыми. Они идут на поводу у этих мошенников. Они, мошенники по своему принципу, очень хороший психолог, знают, где как общаться и как давить. Кроме того, полицейские предупреждают о появлении предложения о помощи в оформлении документов, необходимых для получения социальных выплат, объявленных Владимиром Путиным. Не исключено, что подобным образом действуют мошенники и похищают у добропорядочных граждан их личные данные, данные банковских карт, данные СНИЛС, которые используются для дальнейших мошеннических действий. Допустим, в России уже зарегистрированы случаи, когда создали дубликат сайта госуслуги. Внешне он ничем не отличается. Единственное отличие – это в адресной строке изменен какой-либо символ. Чаще всего добропорядочные люди, не замечая это, попадаются на уловки и теряют как свои денежные средства, так и свои персональные данные. Будьте бдительны и аккуратны. Небольшая подсказка, как распознать сайт-дублер. Личную информацию можно вводить только при безопасном соединении. В интерфейсе браузера должна появиться иконка замка. И ни в коем случае не переходите по ссылкам, присланным на электронную почту, смс или предложенным в соцсетях, советует Эмир Буатов. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.